Пророк и его отечество слово «пророк» у нас как-то обесценилось. Его все больше понимают как предсказателя, что-то среднее между астрологом и экстрасенсом. Оно потеряло свой ураганный библейский смысл. Но в тяжелое время каждый народ рождает того, кто об этом смысле напоминает. Таким человеком был для нашей страны Александр Исаевич Солженицын. Да, пророк предсказывает, но это не значит, что он всецело увлечен будущим. Непосредственный его адресат – современники. Отсюда понятна другая, не менее важная роль пророка – обличение. Это не желчное отругивание от недругов, потому что недругов у пророка нет. Единственный его враг – это то разрушение, которое постигает его народ. Постигает в сущности не вполне верное слово, поскольку намекает на внешнее воздействие. Самое опасное разрушение идет и изнутри. Оно страшнее внешнего, потому что против внешнего врага можно ополчиться всем миром и встретить его во всеоружии. Но как ты поднимешь оружие на себя, если враг в тебе самым? Таким оружием является пророк, который не отделяет себя от своего народа. Он говорит не с трибуны, а из гуще людской, проходя сквозь те же, а чаще, гораздо большие испытания, и потому на лице его не торжество обличителя, а скорб страдальца. Обличение пророка – особого свойства. Оно питается не ненавистью, а любовью. Так, строгий тон близких является проявлением любви и попыткой уберечь от ошибок. Чужие не делают замечаний, и общение с ними зачастую более приятно, но их обаяние не связано с любовью, оно основано на равнодушии. В библейские времена ни у кого не возникал вопрос о праве пророка на проповедь, чуткие к метафизике древние люди читали это право в каждом его слове и в каждом движении. Сейчас такое право для многих не очевидно. Иные требуют это право доказать. Звучат даже фразы о том, что легко было, дескать, солжениться и ну давать советы из далекого американского рая. При этом необъяснимым образом из памяти говорящих начисто исчезает тот лагерный ад, сквозь который писатель прошел. Уже одно лишь пережитое страдание дает право на высказывание. В еще большей степени это право дается сутью сказанного. Глядя в будущее, пророк видит настоящее и помнит о прошлом. Предвидимое им будущее необходимо в том прежде всего смысле, что его нельзя обойти. Значит ли это что усилия настоящего бесплодны? В своей заостренной форме вопрос звучит так, если все равно предсказанное состоится, то зачем и силы тратить? С точки зрения повседневности вопрос кажется правомерным. Все однако выглядит иначе, если посмотреть. С точки зрения вечности. Именно такой взгляд присущ пророку. Вечность – это когда все три времени сплавляются в одно, чтобы в конечном счете прекратить свое существование. Один из путей преодоления времени – покаяние. Покаяние не изменяет хода событий, но в то же время как бы переписывает его задним числом. При этом понятно, что с точки зрения вечности задних чисел не бывает. Настоящее покаяние – это возвращение к состоянию до греха, своего рода преодоление времени. Не случайно понятие покаяния, раскаяния по терминологии Солженицына, занимает особое место в философии писателя. Там оно неразрывно связано с идеей исправления. Да всякое покаяние подразумевает исправление, но у Солженицына ударение ставится на обязательности исправления. Этой теме посвящена его работа «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». Покаяние рассматривается в ней как начальный этап пути, раскаяние, пишет Александр Исаевич, есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь, то, что в частной жизни называется исправлением. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более, в национальной. Покаяние у Солженицына – всенародный процесс. Скептики могут задаться вопросом, как эта всенародность мыслится, что ее обеспечит. Коллективный выход на Красную площадь. Ответ, однако, столь же прост, сколь и убедителен. Покаяние – дело глубоко персональное, оно не может быть иным. Но личное покаяние каждого оказывает влияние настоящего рядом. Это не значит, что по цепочке, один за другим, будет охвачена вся страна, да это и не нужно. Достаточно, если покаются многие, достаточно, даже если некоторые, это совершенно изменит общественную атмосферу. Величие истории состоит не в ее гладкости. Речь идет прежде всего о нас самих, которые ради создания великой и победоносной истории готовы защищать палачей. Но если говорить о победах, то разве не победа признать свои грехи? Она – самая трудная, потому что это победа над собой. Еще вчера все произошедшее в годы коммунистического террора казалось раз и навсегда установленным и очевидным. Не хватило тогда лишь малости покаяния тех, кто считает себя духовным наследником, воплощавших утопию. Да что там покаяние, простого простите, и то никто не услышал. В основе покаяния лежит память. Забвение – это равнодушие. В Откровении Анны есть строки, знаю твои дела, ты не холоден, не горячь, ой, если бы ты был холоден или горячь. Но как ты тепл, а не горячь и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Сказано это было о Лойдикийской церкви, но, по-моему, и о нас в теплохладных. Сегодня мы вспоминаем человека, который был горяч, температура – доменная. Только при такой и можно жечь сердце глаголом. Иначе их просто не растопить. Автор, писатель, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы, Пушкинского дома, член Совета по культуре при президенте России. Такие мнения автора может не совпадать с позицией редакции.